Возглавляемая Акимом Бурлинского района рабочая группа встретилась с пострадавшими от паводка жителями. С ними была проведена разъяснительная работа, говорили о мерах государственной поддержки. Также бурлинцам сообщили, что для них построят новые дома, если их прежние жилища уже непригодны для проживания. Весенний паводок нанес ущерб жителям Аксусского, Кентубекского, Пугачевского сельских округов и микрорайона Ралтал. Аким района Еркебуланых Санов побывал в Кентубеке. Где встретился с жителями подтопленных домов. Людям объяснили, что жилище их будет восстановлено, некоторым построят новое. Для этого работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб. Вода в нашем сельском округе подтопила 27 домов. В настоящее время по результатам технического обследования из 27 домов 6 пригодны для жилья, остальные нет. В населенном пункте Бакта-Арал подтоплено 18 домов, половина из них непригодна для жилья. В сельском округе Кентубек имеется 10 домов в населенном пункте Совхоз 7. Все они также были подтоплены. Но ввиду того, что у трех семей не было документов на дома, поступило только 7 заявлений. Всего по округу поступило 52 заявки по подтопленным домам. В ходе встречи также было отмечено, что людям возместят ущерб за погибший скот и испорченную бытовую технику. Все это будет после того, как специальная комиссия даст свою оценку. Для жителей, чьи дома пострадали, предусмотрено либо строительство нового жилья, либо покупка на территории района. Люди отметили, что получили все ответы на вопросы и рады такой поддержке со стороны государства. Я родился и вырос в этом селе. Здесь никогда не было столько воды. Но в этом году паводок не обошел нас стороной. Мы все понимаем. Это природная стихия. И очень рады, что нам оказывают помощь. Наш дом был признан непригодным для жилья. Такое решение вынесла комиссия. Все это время я была в Уральске. Нам сказали, что будет строительство новых домов. Теперь ждем этого дня. Также стало известно, что в районе запланированы работы по строительству дамбы.